Приветствую вас на канале Сундук Знаний. Сегодня мы вам расскажем о целебных свойствах, такого всем известного и распространенного продукта, как репчатый лук. Польза репчатого лука известна с давних времен, он широко применяется как в кулинарии, так и в лечении различных заболеваний. Лук предотвращает развитие рака. Ученые доказали, что лук помогает снизить риск развития рака, в частности рак яичников, рак толстой кишки и рак гортани. Его можно употреблять даже в небольших дозах, примерно 1-2 раза в неделю. Лук помогает контролировать уровень сахара в крови. Один из менее известных фактов о луке, это то, что в нем содержатся сера, и флавоноиды, которые известны тем, что снижают уровень сахара в крови. Было доказано, что лишь 50 грамм лука в день, существенно снижали уровень сахара в крови у диабетиков. Лук помогает справиться с астмой. В луке содержится антиоксидант кверцетин, который играет роль противовоспалительного и антигистаминного средства. В исследованиях было доказано, что кверцетин замедляет выработку клетками гистамина. Это химическое вещество является одним из виновников аллергии. Ученые считают, что кверцетин помогает тем, кто страдает от астмы. Проще говоря, лук помогает людям легче дышать. Лук помогает при кариесе. Употребление лука, конечно, гарантирует вам кратковременный неприятный запах. Но с другой стороны он помогает избавиться от опасных бактерий, которые могут привести к развитию кариеса. Было доказано, что всего 2 минуты желания лука хватит, чтобы уничтожить большинство бактерий во рту. Лук помогает при авитаминозе и укрепляет иммунитет. Так как лук содержит множество витаминов, его необходимо употреблять при авитаминозе. Кроме этого в луке содержится достаточно витамина С, чтобы пополнить им запасы организма. Именно этот витамин способен укрепить иммунитет. Лук помогает при борьбе с вирусными заболеваниями. Если использовать эфирные масла лука, то вы сможете предотвратить появление простуды или гриппа, или ускорить свое выздоровление. Можно не только употреблять лук, но и несколько раз в сутки нюхать нарезанные кольца репчатого лука. Лук содержит много железа. Этот элемент можно получить как из сырого, так и из жареного лука, и даже тушеного лука. Стоит отметить, что железо необходимо нам для жизни. Оно помогает образовывать гемоглобин, миоглобин, а также несколько ферментов. Кроме этого железо является основным проводником кислорода к клеткам. Этот элемент является главным в том, что касается кроветворения, и влияет на работу нашей иммунной системы. А на сегодня это все. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал, и до скорого.